Космос это удивительное место, полное невероятных тайн и загадок, однако усердные труды ученых показали, что там есть множество объектов, о которых мы даже не подозревали, от самой крупной планеты во вселенной, до самой большой галактики. С вами канал Фактопс и в этом выпуске я покажу самую большую планету во вселенной, а также расскажу о других самых больших объектах в космосе. Погнали! WASP-17b Эта экзопланета была открыта в августе 2009 года. По меркам космоса это совсем недавно. Она находится на расстоянии тысячи световых лет от Земли. На этом рассказ о планете можно было бы закончить, но эта планета имеет несколько интересных особенностей. Во-первых, диаметр WASP-17b больше диаметра любой известной нам экзопланеты, а ее масса равняется половине массы Юпитера. Из этого сравнения можно предположить, что WASP-17b обладает самой низкой средней плотностью из всех известных экзопланет. Также WASP-17b является самой большой планетой во вселенной. Диаметр планеты вдвое выше юпитерианского, а ее плотность в 13 раз меньше плотности Юпитера и более чем 6 раз меньше плотности Сатурна, которая является наименее плотной планетой Солнечной системы. У планеты WASP-17b есть еще одна особенность. Она является первой обнаруженной экзопланетой, которая движется по ретроградной орбите. Это значит, что планеты вращаются вокруг звезды в направлении противоположным вращению самой звезды. Также в 2013 году астрономам при помощи космического телескопа Хаббл удалось найти в атмосфере планеты и признаки водяного пара. Однако в космосе есть еще более невероятные объекты. Смотрите далее, чтобы узнать о самой крупной галактике, самой большой черной дыре, а также о многом другом. Галактика IC-1101 Галактика была открыта еще в далеком 1790 году. Это свергигантская галактика в форме эллипса. Она располагается на расстоянии около 1 миллиарда световых лет от Земли в созвездии Девы. Галактика имеет диаметр приблизительно в 6 миллионов световых лет и в настоящее время является самой крупно известной галактикой по параметру Жирины. В себе она содержит примерно 100 триллионов звезд. IC-1101 в 60 раз крупнее Млечного Пути и в 20 раз массивнее его. IC-1101 появилась в результате многочисленных столкновений, значительно меньших галактик размером с Млечный Путь. Однако, кто знает, может быть в космосе есть еще более крупная галактика, которая превосходит эту. Если вы хотите быть в курсе всех недавних открытий, исследований космоса и интересных историй, то подписывайтесь на наш телеграм-канал по ссылке в описании. А мы тем временем продолжим наше путешествие по безграничному космосу. Черная дыра Тун-618 Считается, что в центре каждой галактики прячутся сверхмассивные черные дыры, которые могут во много миллионов раз превышать массу Солнца. Но самая большая известная черная дыра была найдена Питай-Одаленный Квазар — гигантский объект в ранней Вселенной, извергающий безумное количество радиации. Объект был открыт в 1957 году в рамках исследования тусклых голубых звезд, в основном белых карликов, расположенных вне плоскости Млечного Пути. Так как понятие Квазара оформилось только в 1963 году, природа объекта на момент его открытия оставалась неясной. И, как мы уже сказали, с Квазаром связана черная дыра, которая имеет оценочную массу 66 миллиардов Солнц. По оценкам, расстояние до Квазара составляет чуть больше 10 миллиардов световых лет. Но, к сожалению, галактика, в центре которой находится Квазар, не видна Земли из-за яркости самого Квазара. Стивенсон 2-18 Яркий красный сверхгигант, или гипергигант в галактике Млечный Путь, в настоящее время является крупнейшей известной звездой и одним из самых ярких холодных сверхгигантов. Ее радиус составляет 2150 солнечных радиусов, а ее светимость – 437 тысяч светимостей Солнца. Расстояние до Земли составляет 18 910 световых лет. Если поместить ее в центр Солнечной системы, то ее фотосфера, то есть нижний слой звездной атмосферы, поглотит орбиту Сатурна. Температура на ее поверхности составляет 3200 Кельвинов. На самом деле, Стивенсон 2-18 относительно недавно отобрал лидерство у другого красного сверхгиганта – Юай-Щита в созвездии Счета. Эта звезда находится на расстоянии 9500 световых лет от Солнца. По оценкам ученых, радиус Юай-Щита равен 1708 радиусам Солнца, а на пике пульсации радиус может достигать 1900 радиусов Солнца. Объем звезды примерно в 5 миллиардов раз больше объема Солнца. Если поместить Юай-Щита в центр Солнечной системы, то ее фотосфера, как мы уже сказали, нижний слой звездной атмосферы, охватит орбиту Юпитера. Громадная группа квазаров Громадная группа квазаров – это самая крупная из известных нам групп квазаров, которая состоит из 73 квазаров. Большие группы квазаров – это одни из крупнейших структур, в наблюдаемой Вселенной. Они представляют собой совокупность квазаров, находящихся в пределах одной галактической нити. От сверхскоплений галактик, большие группы квазаров отличают то, что они находятся крайне далеко и, скорее всего, являются предшественниками современных сверхскоплений и великих стен, нитей и листов. Сам по себе квазар – это один из самых ярких объектов видимой Вселенной. По современным представлениям, квазары представляют собой активные ядра галактик на начальном этапе развития, в которых сверхмассивная черная дыра поглощает окружающее вещество, формируя аккреционный диск. Квазары также называют «маяками» Вселенной из-за того, что они видны с огромных расстояний. Великая Стена Геркулея – Северная Корона Если кратко, то это огромная плоская суперструктура из галактик размером более 10 миллиардов световых лет, которая составляет около 10% от диаметра наблюдаемой Вселенной. Она была открыта в ноябре 2013 года. Структура представляет собой стену или условную плоскость, состоящую из групп галактик, соединенных гравитацией, протяженностью в 10 миллиардов световых лет по наибольшему направлению и чуть более 7 миллиардов световых лет в другом направлении. Обнаружение таких сверхбольших структур представляет свою проблему для современной космологии. Согласно космологическому принципу, на очень большом масштабе наблюдений, Вселенная должна быть однородной и изотропной. То есть, случайные отклонения в массе и структуре материи между различными областями Вселенной должны быть очень незначительными. Однако обнаружение жестины Геркулес Северная Корона, неоднородные структуры, размером более чем в 30 раз больше предсказанного масштаба, ставит под сомнение сам космологический принцип. Кроме того, расстояние в 10 миллиардов световых лет означает, что мы наблюдаем данную структуру такой, какой она была 10 миллиардов лет назад или спустя 3,79 миллиарда лет после Большого Взрыва. А что по этому поводу думаете вы? Расскажите в комментариях и не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео.